Наталья Костин Наталья Костин руководит театром, в котором занимаются и обычные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья. Все ребята шьют одежду, делают эскизы и даже выступают на подиуме. Как удается детям, особенным детям, преодолевать трудности и действительно создавать достойные вещи и их демонстрировать? — Сразу уточню, что Наталья Костина руководит этим театром уже 10 лет. Причем это дело для души. Просто ей захотелось. Был у нее такой порыв, ей захотелось, чтобы дети чем-то занимались. Не делается акцент на том, что в этом театре занимаются именно дети с инвалидностью, потому что там все дети одинаковые. Все дети творческие. Все дети полны желания рисовать, творить. И каких-либо трудностей они не преодолевают. Единственное, конечно, что все дети стесняются. Это обычное явление для подросткового возраста. Все дети разные. Кто-то выше, кто-то меньше, кто-то толще, кто-то худее. И поэтому вот этот подиум, на который дети выходят, это своего рода борьба с комплексами внутри себя. Внутри себя и раскрытие самого себя. — Ну вот это как раз, наверное, есть та самая инклюзия, да? — Да, это та самая инклюзия в детстве. — Детей во все сферы жизни, детей с особенностями. — Поверить в себя. Поверить в себя надо любому ребенку. Что ребенок с особенностями, что ребенок без особенностей. Главное — поверить, что ты красивый, что ты что-то можешь, и у тебя что-то действительно хорошо получается. — Но ребятам удается в это поверить. — Ребятам удается, конечно. Тем более, что Наталья Костинна — человек с огромнейшей энергией, которая заряжает их энтузиазмом. И это и вера в себя. — Приведу цитату самой Натальи. — Одна из наших задумок сейчас — создать совместную коллекцию с Архангельским опорно-экспериментальным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья. В конце апреля у Центра юбилея его директор Ольга Богданова попросила помочь сделать коллекцию для показа на праздничном концерте. А я тут как раз подсмотрела в интернете идею одного знаменитого кутюрье с принтами детских рисунков. И меня осенило. А почему бы и нашим ребятам с ДЦП так самим не нарисовать? Так что сделаем сейчас рисунки, модели, придумаем и начнем вместе шить. Ну, действительно, практика известная уже, когда дети с ограниченными возможностями здоровья создают какую-то свою коллекцию, особенную коллекцию. А как идет подготовка в этом направлении под руководством Натальи Костиной? — Ну, я бы не сказала, что это практика известная, скажем так. Наоборот, это такой эксклюзив, что касается опорного центра. — Практика известная в мире, не даром, да, Наталья? Подсмотрела бы ты в интернете. Конечно, для Архангельска это пока ноу-хау, скажем так. — Ну, если учесть, что она подсмотрела, конечно, коллекцию Дольча Габана, то есть это не рисовали дети, это просто были детские рисунки, которые вот ее вдохновили. То есть они, ну, такие наивные, простые. И как ей показалось, вот почему бы не попробовать? То есть смысл в том, что дети будут сами рисовать свои рисунки. Те дети, которые смогут перенести их на ткань, сделают это сами. Если они этого не смогут, будут помогать родители. То есть будет включен весь коллектив, скажем так, центра — родители, дети и педагоги. И в итоге будут выбраны, ну, лучшие, может быть, лучшие рисунки, и будут создаваться какие-то модели. Но пока, как сказала Наталья, еще они не определились, сколько это будет платьев, какие это будут платья. Пока еще только вот такой творческий процесс. То есть подбирается, параллельно подбирается музыка, подбирается, пишется сценарий. Но то, что это будет праздник, это будет, несомненно, праздник. — То есть это будет представление, настоящее шоу, которое, наверное, сможет увидеть каждый горожанин. — Ну, не знаю насчет каждой горожанины или нет, но... — Мы будем надеяться, что эта идея будет поддержана. — Да, и сейчас же вот проходит у нас как раз вот «Красота без границ», в которой участвуют люди с инвалидностью от 18 лет. А это будет такая своя маленькая «Красота без границ», в которой будут участвовать дети, воспитанники этого центра. — Это, я думаю, будет полезно увидеть, интересно каждого из нас. — Конечно, это интересно, да. — Приведу еще одну цитату Натальи. Она говорит об одежде для особенных детей. — Если у ребенка спастика, то ручки растопыриваются, как крылышки. Попробуй-ка натянуть на них обычное платье, просто не застегнется. А еще у наших деток особенность такая — часто мерзнут. Поэтому ткани нужны специальные, эластичные, дышащие и одновременно теплые. Еще одна сторона деятельности Натальи — создание одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья. По сути, ведь эта идея, она лежит на поверхности, но каждому из нас она редко приходит в голову. Мы не задумываемся о том, что деткам, таким деткам нужна специальная одежда. Скорее всего, что это понятно самим родителям ребятишим. — Да, тем более, что такая одежда нужна не только детям и взрослым. Такая одежда вообще нужна особая, потому что действительно есть свои особенности физического плана, вот даже те же спастические явления, о которых она говорит. То есть не застегивается молния, допустим, тяжело одеть на ребенка, чтобы не согнуть как-нибудь, не повредить ему руки. И у Натальи-то эта идея выстраданная, потому что она сама мама особого ребенка. Ее дочка Юлия, она одна из двойняшек, и вот она родилась с особенностями. И вот все это время Юлия вместе с Натальей, ну, скажем так, Наталья ее наряжает, Наталья ее модельер и швея. То есть вот. И поэтому все вот эти модели, которые она шьет для других детей, особенных детей, она, в общем-то, ну, обкатывает на своей дочке, то есть какие-то вот черпает. Но, по сути, ведь это должно быть в целом направлении, в целом отрасли, дустрее. Да, я хотела бы вот сказать, что в 2012 году Наталья Костина победила в международном конкурсе «Кутерье без границ». То есть это победа, которая, я не знаю, достойна просто огромных аплодисментов, потому что человек-любитель, можно сказать, да, выиграл главный приз, куда съехали дизайнеры со всего мира, а победила наша Наталья Костина. И вот этот приз 300 тысяч рублей пошел, в общем-то, на развитие вот этого школьного театра моды. И сейчас еще остались деньги, и на остатки этих денег она вот шьет свои модели, в смысле, свою одежду, наряды одежды, которые она, в общем-то, ну, дарит другим людям. То есть она вносит свою лепту в развитие вот этого важного, очень нужного направления. А какие-то перспективы в дальнейшем видит ли вот именно вот это производство такой одежды сама Наталья? Ну, она, конечно, мечтает, но это должен быть социальный бизнес, потому что это очень дорогое удовольствие. И в том плане, что, во-первых, шить одежду вообще дорого, а шить одежду на особого человека дорого вдвойне, потому что тут расходы, во-первых, несколько примерок, то есть мастер должен выезжать на дом, там, ну, еще и цикаль должна быть особая, там, я не знаю, то есть много-много таких нюансов, которые, в общем-то, в результате в круглую сумму. Ну, возможно, не сейчас, но пустя годы это, наверное, все-таки получится. Нет, подождите, подождите, это возможно и сейчас, если будет поддержка. Конечно. Вот и все. Была бы добрая воля, как говорится, и поддержка. А мастера вот такие, как Наталья, я думаю, найдутся еще мастера, которые согласились бы шить, и действительно было бы очень хорошо, тем более, что за границей, это очень развито опять же. Будем надеяться, что и в нашу страну. Со временем, хорошо бы это произошло, быстрее придет это направление. Ну, на добровольных началах Наталья руководит театром, одежду тоже она не продает, а дарит. Откуда черпает силы, откуда черпает оптимизм и вдохновение? Ну, она сама по себе такой человек, просто вот какой-то, не знаю, светлый, что ли, может быть. Ну, бывают такие вот светлые люди, вот от которых заряжаешься энергией, на которых смотришь и понимаешь, что, ну, солнышко, которое светит. Вот она такая. То есть, несмотря на трудности в своей жизни, в общем-то, ну, бывает всякое. Вот такой она человек, не знаю. Ну, хорошо, что люди помогают в том плане, что они же видят результат ее работы. То есть, находятся спонсоры, которые действительно помогают с покупкой ткани. Опять же, родители детей центра, они тоже видят, что Наталья мастер, поддерживает там словами, не знаю. Ну, пожелаем удачи Наталье в ее добрых делах. Ну, а сейчас я вас попрошу рассказать о других интересных статьях свежего выпуска «Правды Севера». Наш номер за среду от 9 декабря, как всегда, интересный. Начинаем цеплять читателя буквально с первой полосы. И статья с интригующим названием «Волк в Архангельске». Вот о том, что волка видели на Московском проспекте, действительно ли это был волк или не волк. И все комментарии в нашей газете, поэтому вот, читайте, интересно. Также мы продолжаем говорить о продовольственной безопасности. И вот здесь у нас, в общем-то, на третьей полосе отчет открытой площадки. Это наш проект, мы проводим открытые площадки практически ежедневно. И вот на этот раз она была посвящена продовольственной безопасности. О том, какая продукция у нас в магазинах, о фальсифицированном масле, о том, хватит ли нам всем рыбы. И, в общем-то, о других таких интересных моментах тоже читайте, вот, съедобное и несъедобное. По традиции, очень интересный разворот закона «Мы». В общем-то, речь пойдет о коррупции. И прокурор Нина Мороз в интервью нашему корреспонденту Марине Ледяевой рассказывает о том, что вообще, как обстоят дела у нас с коррупцией. Наталья, спасибо вам большое за интересную беседу. Пожалуйста, спасибо. В нашей студии была журналист Архангельской областной газеты «Правда Севера» Наталья Порохневич. А мы увидимся ровно через неделю. До встречи.